Сколько раз мы не пробовали работать? Работаем с клиентами. Вот я вроде объяснил, как работать с клиентами. Все пошли, работают, работают и ничего не получается. До какого момента они получаются? Кай не дал РПР. Кай не ввел технологию. Кай ввел в технологию, начало что? Получается. Мы проделали этот эксперимент в многократно. Как появляется технология, сразу же появляется понимание и решение задачи. Нет технологии, нет решения задачи, не все сидят, а что мне делать? Я тупица, что мне делать? Нет технологии, сразу же возникает, что вот эта вот гадость, определенная. Как мне торговать, а что мне делать? А где клиентам брать? А что это так мало? Нет решения. Нет решения как-то сделать? Мы как раз, в общем-то, обычно своих сотрудников улучшим эти решения, находить. Или уважать старших товарищей, которые могут помочь найти это решение. Кто знает, что такое уважение к старшим товарищам, проблем с решениями не существуют. А кто не знает, что такое уважение к старшим товарищам, не исповедуют этот менеджмент, у него постоянно лишь будут проблемы с принятием этих решений. И это важно. Это важно для любого предприятия. Для любого, неважно какое предприятие, мы имеем дело. То есть, какое-то либо торговля, либо производство, либо услуги. То есть, управление предприятием, оно предполагает вот эти параметры. Директора, как личного примера. И поэтому, вот пусть они хоть губы надувают, хоть что делать, я ему говорю, ребят, как, одних вы выгоняете, другие от вас разбегаются. Понимаете, и скоро у вас вообще никого не остается. Причина модально проста. Никто не хочет. То есть, единственное, что человек держит на предприятии, на сегодняшнем украинском, это некие деньги, которые ему платят. И если ему эти деньги перестают платить, как бы он оттуда убегает. Понимаете? Страх перед тем, что на другом предприятии может получить еще больше. Ну, это не важно. Важно другое. Важно то, что они приходят работать не с кем-то конкретно, а приходят работать в предприятии. А в этом-то вся неприятность. Потому что в предприятии человек не хочет работать. Он хочет с кем-то работать. Понимаете? И вот в этом, как бы, вся ситуация, что с неким роботом человек работать не хочет. С предприятием. Он хочет с конкретным лицом. Вот как раз с кем договаривался. Не хочется работать с предприятием. Почему? Ничего не понятно. Ничего не понятно. Когда работаешь с предприятием, ничего не понятно. С предприятием как вы договариваете? Регламент, это весь договор. Как бы один, второй регламент, контракт. Понятно, да? Вот договор с предприятием, с юрлицом. А работать ты с кем? Не с юрлицом будешь, а с физ. С конкретным начальником, с конкретным партнером, с конкретным человеком, с неким лицом. А если вот эта часть менеджмента не произведена, да, то есть нет договора между этими двумя лицами, то извините за выражение, у вас будет полный что-то. Хаос, амсация. Путин же дружит, друг белый у него, все у него друзья. То есть, вроде бы государство, но у него не государство, а у него все равно возбуждится какие-то отношения. Ребят, я как бы не стал бы судить Путина. Причина бы, наверное, простая. Я просто считаю, что вы не правы абсолютно. Путин совершенно четко знает, что такое служба, а что такое дружба. Он офицер. Он совершенно знает, что служба служба, а дружба дружба. И то, что кто-то пытается вам показать, что это не так, это не так совсем. Путин очень дисциплинированный человек. Посмотрите на него. Он крайне дисциплинированный. Он офицер, а офицер с большой буквы. Поэтому, как бы, он очень четко знает, где служба, а где дружба. Иначе бы он президентом страны не был. Уже давным-давно. Понимаете? Вот о чем речь. А то, что вам пытаются показать СМИ или другие товарищи, это тоже... Ну, вероятно, кто-то в этом заинтересован, чтобы так начали думать о Путине в преддверии выбора. Вот это все. Уже есть много моментов. Вон случай с Юлией Димошенко. Я могу легенду написать по этому поводу. Я даже знаю, кто это придумал. Это реалити-шоу. Это реалити-шоу, да. И могу точно сказать, кто его придумал. Это реалити-шоу. А, понимаете, почему могу сказать? 12-й сезон. Да. И могу сказать, что у них ничего не получится. Вот еще-еще могу сказать. Понимаете? Заточить. Потому что нет там ни хрена. Ну, у них же задача просто опорочить. Ну, опорочили. Что дальше? Еще больше мученицы сделали. Мученицы сделали. Иисусом Христом. Но это они перебор сделали с мученицами. Конечно. То есть, если человек мусор, это надолго. Понимаете? За состояние души. То есть, умный человек бы никогда такую политику бы не выиграл. Ну и что? Ну, сейчас ей ведь... Представьте себе Юлию Тимошенко, сидящую в тюрьме, участвующую в ударах. Вот так, на минутку. Хоть на секунду. И представьте себе, если она выиграет эти выборы. И она их выиграет. Железно. Если она будет в тюрьме, она железно выиграет выборы. Сто процентов. Президент. Сто процентов ее выиграет. У нас затеянет опуляцию касаться. Решение, если будет приговор, если будет законная сила, он будет в президентскую гонку, и у меня судилась потом в решении. Приговор, не судил, задумал. Силу. 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 И она как выиграет. Ну, знаешь, что... Он наш кибернетик. Они подумали, типа, где она училась и как она училась. И у нас золотая металлист, как раз, она гонщица кибернетика. Силу. 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 Смысл, понимаете? Что они, по сути своей, по сути своей, если она вступит в президентскую гонку, ее освободят от волны ответственности как кандидата президента Железно на время президентской гонки. А это все. Это хабздец Украины. Это хабздец Украины. И кто этого не понимает, что она выиграет президентскую гонку? Вы же не можете сказать, что Юлия судила, что она сидела в тюрьме. Вы же уже сидели несколько раз. Нет, так вы не можете это вам сказать на президентских клубах. Понимаете? Знаете, что вам... Почему не можем сказать? Потому что вам скажут в ответ, чья бы корова мучала, а чья бы помолчала. Вообще. Знаете, тут что? Нет, ну как правильно. У нее уже три года назад решили законного суда Украины. о том, что она полностью невиновна. И это было в одном топ-шоу прямом эфире. Она показала эти решения законного суда, которые сняли с нее все. Старые, да? Удивления с этим. Все бывшие. То есть она белая, пушистая. Поняли, да? Смысл, понимаете? То есть вам сразу скажут, чья бы корова мучала, а чья бы помолчала. Понимаете? Вот и все. Что? И за что? Вопрос. Вот еще один вопрос. Армазонская статья, она уважаемая везде, в любых кругах. А бахланка нигде еще. Дураков. Дураков. Хамов нигде. Не любят и не приветствуют. Людей ценят за интеллект, а не за физические данные, за кулаки и так далее. Торпед вон полный. То есть смысл, понимаете, с технологиями. То есть нужно такие технологии, то есть баланс между тем, чтобы ваши люди могли их использовать. И они отвечали тенденциям. И что? Создавали вам то неоспоримое преимущество, которое существует на сегодняшний день на рынке. Для вас лично создавали это. Или другими. Вашими оппонентами, конкурентами, партнерами и так далее. Чтобы у вас было то, чего нет у них. Понимаете, да? Это как раз называется двигательная задача номер 2 в прямой неделе. Объединение. Если у вас есть все, а у них нет ничего, то вы всегда впало в плюсе будете. Они от вас зависят все стороны. Вот о чем речь? Начнется бешеная копирование. Кого? У нас. Ну, вы знаете, я вам скажу так. Мир, он по сути свои копировальный аппарат. Поэтому и надо делать такие технологии, которые нельзя скопировать. Сколько пытались наши технологии скопировать. Ничего не получается. Ничего не получается. Пробовали и крали компьютеры, и в офис взламывали, и харды вытаскивали все, скопировали эти технологии. Ничего не работает. Ничего не получается. Какая неприятность. Да? Незнакомство с террами. Нет. Ну, как сам вам расскажет, почему не работает. Почему психология? Кланировать Викторовича нужно. Да. Нужно еще кланировать Викторовича. И еще про хвосты. Проблемы хвостов. Да. Чего? Да, дело вообще для разговора. Что, так сказать, 4 хвоста, 6, 8, 10 и так далее. Смысл? Все дело в нюансах. Все дело в нюансах. Правильно Юля сказала. Все в нюансах. Вся проблема в нюансах. Да, так сказал директор Ковровского вооруженного завода. Все знают на корне. И длину ствола, и нарезы, и чертежи все есть. Но повторить не могут. В чем проблема в нюансах? Вся проблема в нюансах. Что повторить не могут? Так как, конечно, квал выкрали по запчастям американцы, собрали, она в них не ездит. Не получается. Реактивные ракеты подводные не получается. И торпеды не получаются. Ничего не получается. Почему? Все в нюансах. Вся проблема в нюансах. Хотя ее по запчастям украли полностью. Собрали в Америке, запустили, не работает. Так же, как китайцы С-300 копировали, копировали, а она у них летает всего 70 км. Всего лишь. Приехали на завод, и говорят, все, контракт, будем закупать С-300. То есть 10 лет копировали, пытались скопировать, сэкономить деньги. Ничего не получилось. Все в нюансах. Надо выкрать человека. Выкрали, выкрали, пригласили, не работает. Все. Все, но не работает. Выкрали людей. Так же с подводными лодками из Севастополя. Китайцы приезжали, забрали людей там с нашего КБ и так далее. Кто конструировал эти подводные лодки. Все, сделали эту подводную лодку. Все, параметрам не отвечает. В чем дело? Нюансы. Вся проблема. То есть она точная копия, но не работает. Все в нюансах. Все проблемы в нюансах. Что вы не знаете? Ну, откуда я знаю, что вы не знаете про это? Кто же вам скажет правду? Что вы не знаете? Хорошо. Отлично. Значит, я вам объяснил, какие вопросы задаются при решении задач по открытию филиала любой компании. И показал, над какими вопросами вообще директору следует задуматься и вам стоит задуматься. Когда вы видите, что предприятие не работает, предприятие не зарабатывает тех денег, которые должно зарабатывать, вы не получаете того дохода, который вы хотите получить. Вот эти вопросы нужно с собой, самим, один на один обсудить. То есть какой технологии не хватает? Что с менеджментом на предприятии? Что с коммуникационными системами на предприятии? Каким методом мы работаем? Может, никаким не работаем? Конечно, никакого результата не будет. Как сбалансировать эти четыре вещи таким способом, чтобы это превратилось в работающую систему, дающую результаты, которые оцениваются в книгах. Вот это важно. Понимаете? И вот эти вещи мы должны понимать как менеджеры. То есть мы должны и подсказать этому же директору, эти все вещи, и как бы объяснить, начертить на доске, что мы это как бы с удовольствием. Только что мы продвигаем? Услуга, но она, то есть вот смотрите, вот параметры Киева, по-моему, образно говоря. Чем мы отличаемся от других компаний? Потому что у нас зарплата 2000 гривен, так это бред и бред. Так нам нужно что-то отличающее нас от всех остальных. То есть тогда мы можем работать с неким сегментом. А для этого нам потребности на рынке изучить на рынке. Понимаете? Да, для этого нужно потребности сейчас изучить на рынке. Потребности изучаются что? Методом тенденции. Методом тенденции, а не методом изучения потребностей маркетинга. То есть метод тенденции, явлений и персонажей. Вот что применяется при маркетинге. То есть при исследовании. То есть метод неких тенденций. Метод тенденций. Это вот приморцев. Явлений и персонажей. То есть это объяснение спроса, да? Это исследование рынка комплекса. Спрос часть рынка. Это явление рынка спроса. Понимаете? Спрос это явление рынка. А метод явлений надо что? Тренировать в себе. На разного рода вещах. Метод персонажей надо тоже тренировать в себе. Просматривая влюбленные вещи. И метод персонажей тоже надо тренировать в себе. И явлений и тенденций. Учиться искать тенденции. Учиться искать явления. И понимать, как персонажи действуют на этой сцене. Как на шахматной сцене. Что нужно сделать для того, чтобы это заработало и так далее. То есть это уже как раз метод моделирования. Моделей рынка. Еще какие-то методы, которые позволяют предполагать науке более высокого порядка. Методы более низкого порядка. В зависимости от того, что мы хотим выяснить здесь. Для себя. То есть это разведка. По сути своей. Стратегическая. Это стратегическая разведка. И здесь как раз надо уметь пользоваться разведывательными способами добывания данных. Давайте переходить в стадию интервью. Еще Евгения Васильевна. Евгения Васильевна, что ты думаешь по поводу сегодняшнего занятия? Результативно. 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 Слово такое. А с тем, что вы скажете? Ну я так впечатлялась. Когда начинали, говорите, действительно ведь. А вот как бы вопрос и пустота возникает. Вот эта пустота там за сколько времени наполнилась действительно такими вот абсолютно живыми рычагами, которые при наличии там какого-либо там подготовки. Бериды и кольбусы. А вначале, да, был оглашен вопрос. Это как бы я тоже повисла в этом пространстве. А ведь действительно. Александр Ильич, что вы скажете? Справилась я с одним вопросом? Да, конечно. Все, спасибо. Я все поняла. Ну то есть я уже… Знаю, как я сделаю. Да. Но самое смешное, что я это все знаю. Да. Да, Александр Ильич. Я просто с другой стороны посмотрела. Ну все же знаю. Да, Александр Ильич. И я еще раз вам показал, что вы все знаете, вы просто капризничаете и требуете внимания. Вот и все. Не больше, не меньше. Все это вы можете сделать сами, за что вы получите по заднице. Справедливо. Да. Хорошо. Хорошо. Что вы скажете им вот это все? Ну, я скажу то, что мне изначально тоже не было. Как-то все размыто. Вот только буквально в конце я поняла, что как и к чему. И вообще чего. Потому что мне сегодня порох усвоения информации смело. Да. Не знаю почему. Наверное информации много. Ну верно. Разноплановая информация. Привыкайте работать с разноплановым. Ну вот. А что вы скажете? Верослав самим позанимался. Я позанимался. Вы уже входите так в курс? Да. Вот сегодня информация, которую я получила, для меня абсолютно быстро усвоимая. И вообще не могу сказать два слова. Понято и принято. Да. Отлично. Вообще великолепно. 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 Хорошо. Делаем перерыв.